Есть такая поговорка, что столько юристов, столько мнения, на момент пошлогоднего вынесения этого решения, оно выглядело вполне забавно. В крыльственном обстоятельстве абсолютно нормальная процедура была открыта, значит, этот материал был пересмотрен, и было принято решение, что же не было нового. Что будет с этим гондиумом? Вот еще вопрос. Я не исключаю, что в коде расследования опять придут, потому что, когда у нас в правовом отношении, где будет прокрещено. Но надо подождать, соответственно, вот это дело расследует. Еще бы здесь каких-то умыслей со стороны сотрудников полиции, со стороны прокуратуры, которые на тот момент согласовывали этот материал, говорить не приходится. Это обычная процедура, и у нас сотнями тысячами материалов отменяем, выносим указания не только по экономическим, и по кражам, и по внесениям на дорога здоровья, когда нет еще экспертов. Нормальная практика, она абсолютно кладывается в формат уголовно-процессуального кодекса, и через трансферию. В целом, процедура рассмотрения всех материалов, не только экономических, если мы, либо другие органы, в том числе, эффективно, уходим на отказ служения неживого дела, эту процедуру взять на порядок и проходит через согласование прокуратуры. Поэтому, ну, справедливости ради надо говорить, что солидарная ответственность в законности, или не совсем законности этого решения, лежит как на сотрудников ГОКО, которые выносили это решение, так и на сотрудников прокуратуры, которые согласовывают это решение. Очень тонкая грань на сегодняшнем законодательстве между основанием для возбуждения дела по мошенничеству и кандидатским правовым отношением между двумя хозяйственными субъектами. В большей степени законодатель, судебная практика, по-черкту, само уголовное проследование не начинается, а идет в области ободражания. И таких заявлений только в УБ, по-черкту, МВД, это одно маленькое произведение, только в этом году практически 4 тысячи рассмотрены, и, как правило, там выносились решения об отказе, потому что этот формат выбирается в оборудовом суде. Ну, более четверти дел по мошенничеству по 159-й статье в этой ситуации. Я не говорю, общий главный на 159-й, где там один другого мошенника обманул, они не находились в субъектах, прекращаются, и не менее двухсот дел еще об этом дадут, это почему уже в присмотрении суда.